Ничего святого, сотрудники полиции предупреждают, участились в случае обмана пожилых людей. Незнакомцы звонят, представляются сотрудниками пенсионного фонда, уверяют своих жертв в том, что им положены некие выплаты и пособия. А дальше общение продолжается по старой схеме, когда жертва обман и переводит свои деньги на карту мошенникам. Да, слушаю. Алло, добрый день, это из пенсионного фонда. Вам положена выплата, вы готовы сейчас поговорить об этом? Вам удобно разговаривать? Чтобы получить выплату, нужно сообщить нам свои контактные данные, номер карточки и номер телефона. Такие звонки от мошенников, представляющихся сотрудниками социальной службы, совсем не редкость. Лжесотрудники пенсионного фонда или Сбербанка уверяют своих жертв о том, что им положены некие выплаты и пособия. А дальше общение продолжается по старой схеме. Для перевода средств якобы необходимы данные банковской карты. Но в процессе разговора доверчивые жители могут передать и другие данные, секретный код, информацию из СМС-сообщений банка. На самом деле специалисты пенсионного фонда могут позвонить своим клиентам. Но такие звонки носят чистый информационный характер. Сотрудники пенсионного фонда могут, конечно, обращаться к пенсионерам, в том числе и посредством телефона, но только в рамках какой-то информации, предоставления им какой-то информации. Со стороны пенсионеров никакой информации мы не требуем, в том числе и информацию о банковских картах. То есть нам нет в этом никакой необходимости. Если вам все же позвонил сотрудник пенсионного фонда, то в первую очередь он должен представиться, четко назвать свое имя и фамилию, а также должность. Гражданин, прежде чем продолжить беседу, может перезвонить в отделение пенсионного фонда и удостовериться, что это действительно реальный сотрудник. Впрочем, удобнее всего зарегистрироваться на портале госуслуг и получить всю необходимую информацию от пенсионного фонда там. Да, граждане сейчас могут и не обращаться к нам в пенсионный фонд напрямую, да, то есть эту информацию, любую информацию они могут получать через личный кабинет. Все есть в личном кабинете каждого гражданина, данные о стаже, о заработке, полные ли пенсионные права учтены у них в размере пенсии, все они могут сами посмотреть. При этом необходимо, конечно, зарегистрироваться на госуслугах и иметь полный доступ к своей информации. Сотрудники полиции предупреждают, мошенники с каждым годом становятся все изобретательнее. Придумывают новые схемы, в основе которых неизменно обман доверчивых граждан. В основном, если звонят, представляют сотрудниками различных социальных структур, это пенсионный фонд, Сбербанк, в основном в отношении пожилых граждан. Поэтому у нас в основном чаще преобладает это мошенничество, связанное, представляете сотрудниками Сбербанка, служб безопасности, под видом оформления кредитов или ваша карта заблокирована. Под пенсионным фондом есть такие факты по России, но пока в нашем округе такие факты я не встречал. А чтобы не стать жертвой мошенников, надо помнить, что никому нельзя сообщать свои персональные данные и данные банковской карты. Это ни в коем случае не продолжать с ними разговор, не сообщать им никакие свои персональные данные, реквизиты карточек, реквизиты счетов и никаких действий не делать. Не бежать сломя головы в отделение Сбербанка, переводить какие-то денежные средства, а просто прекратить разговор и всё. Кроме того, полицейские предупреждают. Ежедневно поступают обращения от граждан, которые стали жертвами мошенников на различных интернет-площадках. Заказывать на различных интернет-площадках только после того, когда уже имеются положительные отзывы по данный сайт. И если есть сомнения, что вы заказали не тот товар или вас обманули, при получении не получать этот товар, а отказаться от него, не оплачивая наложенным платежом. Просто бывает очень много таких случаев заказывают, тем более здесь в округе, таких очень много. Заказывают через интернет-площадки различные товары, одежду. Приходит не тот товар или не соответствующий, после этого обращаются в полицию. В данном случае проще предупредить, чем потом искать мошенников на просторах страны и даже за её пределами. Первое правило во всём – проверить и убедиться самому, что тебя не обманывают. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал Север.